В аэропорту столицы Афганистана, Кабула, арестованы 7 человек по обвинению в контрабанде наркотиков. По заявлению руководителя пограничной службы аэропорта, они пытались провести более 900 килограммов наркотических веществ на лайнере, отправлявшемся в Индию. По официальным данным, в прошлом году здесь были арестованы по таким же обвинениям 44 человека, включая двоих детей. В городе Пешавар на севере Пакистана водители такси блокировали местные автомагистрали, протестуя против нового закона, который запрещает им использование старых автомобилей. Некоторые протестующие называют требование исключить из городского парка такси машины старше 20 лет бесчеловечным, так как оно оставляет без работы наименее обеспеченных таксистов. Местные власти считают запрет на использование старых такси необходимой мерой для снижения как уровня шума, так и загрязнения воздуха в этом густо населенном городе. Городские власти столицы Грузии Тбилиси во Всемирный день борьбы против рака, отмечаемый ежегодно 4 февраля, объявили о запуске программы по пересадке костного мозга. Она предусматривает финансирование из государственного бюджета этих дорогостоящих хирургических операций для примерно 20 молодых людей в возрасте до 30 лет с диагнозом лейкемия и других онкологических заболеваний. Первая такая операция будет проведена уже на будущей неделе. Правительство Тиргизии объявило о начале разъяснительной кампании в отношении онкологических заболеваний, которые продлится до конца февраля. Власти отмечают рост в стране таких заболеваний. По статистике ими страдают более 25 тысяч жителей Тиргизии, из которых у 5 тысяч они были диагностированы в прошлом году. Продолжение следует...